Всем привет! Пока включают презентацию. Меня зовут Андрей, я из сервиса Кнопка. Мы одна из крупнейших аутсорсниковых бухгалтерий в России. С сентября мы закончили с 1200 клиентов. Я чуть-чуть расскажу о том, что такое юнит экономика. Для тех, кто не знает, Инс, примерами из нашей собственной жизни. Из стартапа, который деньги не зарабатывает, в стартап, в предприятие, которое деньги зарабатывает, вытащило. Вообще, что такое юнит экономика? Кто знает в зале? Можете руку поднять? Один человек. Все остальные особенно не знают, я так понимаю. Ну давайте тогда поподробнее будем останавливаться на каких-то моментах. Мы будем говорить о трех вещах. На самом деле, во-первых, какую проблему решает юнит экономика и эти способы расчетов. Во-вторых, как именно она работает. И в-третьих, как, собственно, посчитать нам, в прибыли мы или нет. Ну, во-первых, самое простое. Что такое юнит экономика? Когда мы считаем прибыль компании, традиционно мы берем и смотрим, сколько денег в месяц мы заработали. Смотрим, сколько нам все клиенты принесли, сколько мы потратили на обслуживание этих клиентов, на поддержание жизни своей компании, разницу кладем в некоторую прибыль. Вот мы так экономику посчитали. Мы можем за экономикой этой следить в динамике, то есть месяц к месяцу сравнивать, видеть, как мы растем или наоборот уменьшаемся. Это мы делаем традиционно в рамках всей компании, в рамках всей клиентской базы. Юнит экономика – это экономика в расчете на одного клиента или на какой-то иной юнит, например, контракт или операцию. Соответственно, это способ ответить на вопрос, какие именно клиенты нам приносят прибыль, а какие клиенты нам прибыль не приносят. Естественно, когда мы в месяце у нас 100 клиентов мы обслужили, сколько-то денег на их обслуживание потратили, в этой общей цифре размазано, кто из них, из этих клиентов нам принес прибыль, а кто, собственно, принес убыток. И особенно если обслуживание клиента не ежемесячно регулярное, а как-то затраты на него меняются месяц к месяцу, мы вообще говоря не можем увидеть в наших традиционных ежемесячных отчетах, кто из них, из клиентов нам деньги приносит. Соответственно, юнит экономика нам нужна в следующих бизнес кейсах. Она не всегда требуется, не везде работает, но если у нас стоимость привлечения клиента больше прибыли за один цикл, ну, например, за один месяц обслуживания, если у нас ежемесячная подписка, в этом случае нам юнит экономику стоит посчитать. Ее, наверное, самыми первыми так активно популяризировали в России сотовые операторы, потому что у них цены стали низкими, на клиенте за месяц они зарабатывали намного меньше, чем стоило привлечение клиента, и исходя из этого надо было вообще понимать, нам стоит этих людей привлекать или нет. Первое, да, если стоимость привлечения сильно, ну, больше или сравнима с тем, что клиент за один цикл обслуживания приносит. Второе, если у нас разные каналы, очень разных клиентов дают. Если у нас реклама в интернете дает клиентов за 25 тысяч, реклама в офлайне дает клиентов за 70 тысяч, стоит задуматься о том, чем эти клиенты отличаются, кто из них нам в будущем деньги принесет. Ну и, наконец, третий момент, он такой, самый тонкий, когда мы чувствуем, как компания, что прибыль мы генерим за счет привлечения новых в основном. Ну, то есть у нас месяц к месяцу происходит какое-то экономическое развитие нашего бизнеса, и если мы много клиентов подключили, нам хорошо, если мало подключили, нам не очень хорошо. Ну, вот, похоже, тоже стоит задуматься о том, а что в нашем портфеле, в нашей клиентской базе за кастомеры сидят и насколько они нам выгодны. Ну, вот этот график, тут, конечно, цифры стоят неправильные, но это, ну, и масштаб, да, не очень правильный, но это вот реальный график доходов и расходов кнопки, который у нас в начале 15-го года был. Ну, то есть вот у нас какой-то бесконечно стабильный разрыв между доходами и расходами, мы растем в доходах клиентов, привлекаем, расходы тоже растут, и самое обидное на этом графике то, что расходы – это красная черта. То есть вот мы продолжаем развиваться, вроде бы каждый месяц пытаемся какую-то линию нарисовать, увидеть где-то там тренды сходящиеся, но так или иначе вот доходы и расходы остаются параллельными. И у нас была как раз ситуация вот с третьего пункта, когда в целом мы зарабатывали деньги в основном именно за счет того, что привлечением новых клиентов как-то убыток от обслуживания старых себе закидывали. Юнит экономика из чего складывается, да, и как это работает в плане расчетов. Есть несколько понятий, про которые стоит, ну, и аббревиатур, которые стоит понимать для того, чтобы дальше с формулами оперировать. Но вообще говоря, там самый главный показатель, который мы считаем – это lifetime value. Это сумма денег, сколько нам клиент принесет за все время его сотрудничества с нами. Именно эту сумму мы будем со стоимостью привлечения сравнивать для того, чтобы понять, нам вообще что-то остается, потом останется, когда бы то ни было после его привлечения или нет. Второе понятие, о котором тоже в формуле обязательно используется, это стоимость обслуживания cost to serve. Сколько мы за все время жизни клиента на него потратим или за, например, каждый месяц его обслуживания. Ну, соответственно, стоимость привлечения – всем хорошо известный параметр. И последняя, тоже тонкая вещь – это время жизни клиента. Сколько клиент с нами проживет, она в простых и традиционных формулах считается как обратная к оттоку, обратная к сохранению клиентов. Если очень просто говорить, что мы делаем, когда считаем юнит-экономику, мы считаем вот это. Сколько прибыли нам клиент принесет за все время жизни и вычитаем из нее стоимость привлечения. Вот мы получили, получим мы прибыль от этого клиента или не получим. Если это в знаки и формулы перевести, то это выглядит вот такие два варианта. Есть средняя выручка на клиента, она умножается на единицу, деленную на отток. Таким образом мы понимаем, сколько денег выручки нам клиент принесет. Вычитаем оттуда стоимость обслуживания, вычитаем оттуда стоимость привлечения. Второй вариант этой формулы, если у нас стоимость обслуживания столь же регулярна, как и выручка, мы берем… Ой, я забыл в формуле указать скобочки. Ужасно. Я исправлю в презентации на тот случай, если будет отправляться она. Мы из выручки средней на клиента вычитаем стоимость его обслуживания, умножаем на время жизни и вычитаем, соответственно, стоимость привлечения. Таким образом у нас вот юнит экономика из трех основных факторов на самом деле складывается. Дальше, на которые можно смотреть, которые можно обсуждать. Ну то есть, во-первых, мы можем спрашивать, сравнивая выручку с клиента и стоимость его обслуживания, приносит ли нам прибыль вообще работа с этим типом клиентов. Если нам прибыль не приносит обслуживание клиентов вообще или конкретно этого типа клиентов, то с ними работать не нужно. Дальше логику можно не продолжать. Если мы понимаем, что они все-таки прибыльные, мы смотрим, а за вот то время, пока они с нами живут, они вообще окупают стоимость их привлечения или нет. Если они стоимость привлечения не окупают, этот канал или этот тип клиентов нужно закрывать. Если они стоимость привлечения окупают, ну замечательно. Когда-то мы будем прибыльной компанией. И последняя, третья вещь, на которую мы тоже смотрим, если у нас с первыми двумя все более-менее в порядке, мы смотрим, как можно с помощью уменьшения оттока, уменьшения отказов и более успешной политики сохранения клиентов, насколько наш чек вырастет, насколько наша прибыль вырастет, если мы просто будем на один-два месяца дольше клиента у себя удерживать. Вот из этих трех факторов, собственно говоря, анализ экономики, юнит экономики строится. Когда мы для себя это сделали, у нас вот так графики стали выглядеть. У нас в середине 2016 года случился брейки, мы вышли в операционную прибыль. Ну то есть реально наши расходы остались достаточно стабильными, но наша выручка стала расти отвязанно от них и у нас наконец-то случился плюс. Теперь мы вот благодаря на самом деле фонетичному дрочеву в Excel стали в прибыльной компании. Следующий шаг, который можно делать после того, как в целом по клиентской базе такие показатели посчитали, точнее, которые даже нужно делать, разобрать эту экономику по группам. То есть клиенты, которые к вам приходят, они приходят на разные продукты, они приходят на разные предложения, они приходят из разных каналов, они приходят в разное время. Здесь то, что называется когортным анализом, собственно говоря, и происходит. То есть вы берете и по каждой значимой группе клиентов такое вот упражнение проделываете. Смотрите, а клиенты, которые к вам пришли из интернета решать снимать вот эту проблему на вот эту боль, а они вам выгодны или нет? А клиенты, которые пришли с мероприятий решать вот эту проблему, снимать вот эту боль, они вам выгодны или нет? А клиенты, которые пришли летом, чем они отличаются от клиентов, которые пришли зимой? И далее мы… Причем это, ну, так как это, в общем, экономическое упражнение, выводы-то делаются не на основании рассуждений, свод анализов и стикеров. Да, они делаются на основании некоторой суммы в рублях. То есть мы можем увидеть, например, здесь цифры тоже примерные, ну, в смысле выдуманные. Можем вот такого рода вещи строить. То есть мы видим, что, например, клиенты, пришедшие к нам в январе 2016 года, в первый месяц нам сгенерировали убыток, а со второго месяца они нам уже прибыльны. А клиенты, которые пришли в феврале, они почему-то три месяца генерили убыток и только с четвертого стали прибыльными. Мы можем подумать о том, а что мы такого сделали в феврале? Почему февральские клиенты так отличаются от январских? Понятно, что бывают вспышки на солнце, сезонность, но по большому счету, когда мы таким образом фиксируем статистику, например, хронологическую по времени привлечения клиентов, мы за счет этого можем очень хорошо оценивать собственные управленческие решения, собственные продуктовые решения. Мы видим, что мы, например, судя по этой картинке, в феврале и марте привлекали не тех клиентов. Их, может быть, было много, но мы привлекали тех, кто нам генерит убыток. С апреля-мая мы снова вернулись к тем, кто нам нужен, к тем, кто быстрее окупается. В июне, боже мой, клиенты с первого месяца приносят прибыль. Это пример когортного анализа, где когорты взяты по месяцу привлечения. Естественно, здесь эту матрицу можно усложнять и выкладывать здесь отрасли, типы клиентов, тарифы, продукты и так далее. И в конечном итоге, таким образом, очищая свой бизнес от клиентов, которые деньги приносят, очищая тех клиентов, которые деньги не приносят и концентрируясь на тех, на ком вы зарабатываете. Очень просили организаторы, чтобы была обязательно в презентациях мудрая мысль. Я не очень сумел сориентироваться и мудрую мысль извлечь из себя. Но вот поэтому пусть будет так. Юнит экономика – это инструмент, который нам позволяет оценить, тех ли мы привлекаем и приносят ли нам клиенты деньги на самом деле. Спасибо большое за внимание. Есть ли у вас вопросы? Спасибо большое, Андрей. Вопросы, ребят, к Андрею есть? Есть. Работает. Вы знакомы? У меня такой вопрос, каким компаниям или сферам бизнеса наиболее применима юнит экономика? Спасибо, Артем, за вопрос. Юнит экономика очень хорошо работает в компаниях, которые регулярные услуги оказывают. То есть это ежемесячная подписка, например. И вообще в компаниях, где регулярное общение клиента с компанией требуется. Это может быть нерегулярное. Оно может быть нерегулярным в смысле ежемесячным. Ну, например, в онлайн игру я клиентов привлекаю, они возвращаются, делают повторные покупки. Вот в такого рода бизнесов юнит экономика необходима. Там, где модель на подписке построена, в первую очередь. И можно сказать, что она не необходима там, где я, по сути, за одну сделку, за один цикл себе гарантированно прибыль закрываю. Ну, то есть я купил дрова, продал дрова, получил с этого прибыль. Здесь мне юнит экономика вряд ли потребуется. Мне нужно просто контролировать, чтобы у меня маржа одной сделки была окей. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть?